С вами Анастасия Янковская. В этом выпуске... В этом выпуске! В этом выпуске! В этом выпуске! Да, дни молодежной науки. Пауза. Настя студентка третьего курса, но здесь ее называют пенсионером. Она редактор Планеты Радио. Это первая и единственная студенческая радио в Алтайском крае, которому недавно исполнилось пять лет. Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Елена Ваенга. Здесь вы их не услышите. Только качественная музыка, студенческие мировые новости, 24 часа в сутки и в любой точке планеты. Формируя формат радиостанции для молодых людей, мы предполагаем, что они у нас интеллектуалы. Что они пришли сюда не просто так, они пришли учиться, познавать, узнавать что-то новое. Радиостанция свободна от пропаганды университета. Эфир заполняют авторские рубрики, о чем говорят студенты, хорошие новости, а также рецензии на новые фильмы и музыкальные альбомы. Сегодня мы поговорим о стране, где вместо физкультуры часто занимаются кунг-фу, а Путина называют биг-босс. Я сама ни разу не была за границей, и поэтому слушать истории вот этих людей, это, конечно, очень классно. А гигрометры психометрические психрометрировал, гигрометрические параметры психометрировал, психрометрировал, да не вы психрометрировал. Чтобы владеть грудным регистром, я становлюсь аквалангистом. Все ниже, опускаюсь ниже. Голос Ивана Алексюка звучит на волне 106,8 FM. На радио «Комсомольская правда» Барнаул он и его коллеги ежедневно создают несколько передач. Нередко приходится играть в плохого и хорошего полицейского. Мы специально озвучим какую-то позицию, которая вот всех возмущает. И тогда кто-нибудь звонит, говорит, да вы что, что вы такое говорите, нельзя же так. В 90-е годы алтайские радищики были настоящими звездами. Теперь же журналистов не встречают поклонники и не оставляют пирожки на вахте. Изменился и формат. Теперь радио можно увидеть, поменялся слушатель. Но голоса нового поколения тоже узнают, любят и слушают каждый день. Ирина Корчагина, Николай Шелко. Наши новости.